Добрый вечер! Итоги этого дня подведем вместе. Меня зовут Анастасия Борисова. И вот главные темы к этому часу. Дачники трех барнаульских садоводств вот уже 7 лет с трудом добираются до участков по избитой дороге. Многочисленные жалобы не дают результата. Настоящий футбольный триллер устроили накануне игроки барнаульского «Динамо» и омского «Иртыша». Определить победителя удалось лишь в серии после матчевых пенальти. Что будет совсем трудно. Выход в свет. Маленькие носухи в барнаульском зоопарке впервые вышли на прогулку. Наша съемочная группа наблюдала за малышами. Семейство носух стали настоящими звездами барнаульского зоопарка. Начнем выпуск с оперативной информации. В Барнауле насмерть сбили 62-летнюю женщину. А ее 7-летняя внучка в результате наезда получила серьезные травмы. Ее доставили в горбольницу номер один. Авария произошла на пересечении улиц Глушкова и Германа Титова накануне вечером. Погибшая в тот момент вместе с внучкой переходила проезжую часть возле пешеходного перехода. Наезд совершил автомобиль «Ниссан Сани», за рулем которого находилась 33-летняя женщина. Она не пострадала. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения. В первую очередь к водителям. Двигаясь по улицам города, проезжая пешеходные переходы, снижайте скорость. Будьте всегда готовы к появлению пешеходов. Пропускайте пешеходов. Ну а пешеходам, прежде чем переходить проезжую часть, убедиться нужно, что водитель их видит, остановился и пропускает. А сейчас к другим темам. Вот уже 7 лет единственная дорога к трем барнаульским садоводствам – Родник, Сахарный и Юпитер – находятся в плачевном состоянии. Добраться по этой полосе препятствует от дачных участков, особенно после дождя, практически невозможно, жалуются пенсионеры. За помощью они обратились к нам в редакцию. Застать общественный транспорт на остановке у садоводств Родник и Сахарный практически невозможно. Даже для этого паза 149 маршрута проехать сюда задача не из легких. Пятикилометровый участок дороги в ухабах и ямах. В момент съемки этого сюжета нам повезло – дорожное полотно было сухим. Но даже после небольшого дождя дорогу полностью размывает, и шансов завершить маршрут не остается. Потому что просто реально потом автобус не вытащим. Ну, зацеливали, зацеливали уже автобусы. Просто приходилось вызывать трактор, водителю также и кондуктору часа два-три как минимум. Ну, это вам руководство сказало, то есть посмотрите по обстановке. Потому что мы, если, допустим, дождь, мы можем за последний съехать и все. Автобус встанет здесь и его уже ничем не вытащишь. Больше всего не повезло дачникам из садоводства «Юпитер». До него от автобусной остановки идти три километра. Приходится пешком пробираться там, где даже автомобили могут застрять. Анастасия Светкова в свои 80 лет проходит эту полосу препятствий длиной в несколько километров несколько раз в неделю. Иронизирует, без дороги было лучше. Мы по траве ездили, мы как-то хорошо доезжали. А теперь мы не можем вот по этой дороге. Ее исковыряли нам и никак не можем. Я два раза упала страшно, дорога плохая. Добиться помощи садоводы пытаются вот уже семь лет. Куда только не обращались. В Минстру и Трансрегион, а администрацию Павловского района, местным депутатам и в другие инстанции. Безрезультатно. Просим включить в перспектив новый план развития дорожного хозяйства. Ну, поставите само это на учет. Вот. Ну, мне ответили. Вот. Что это ваша дорога. На основании выше сказано, поясняем, что содержание данной автомобильной дороги находится в ведении садоводческого товарищества СТО Юпитер. Минстрой Транскрая ссылается на 22-ю статью Федерального закона о садоводческих некоммерческих объединениях, согласно которой правление садоводства должно самостоятельно организовывать строительство, ремонт и содержание дороги. Тем временем в заложниках ситуации больше тысячи человек. По закону помощь от государства им не положено, но и сделать своими силами тоже не могут. Средств на ремонт дороги у них нет. Большая часть садоводов – люди пожилого возраста. Иногда лишь могут позволить себе нанять технику, чтобы выровнять и подсыпать дорогу. Но после первого дождя трасса вновь превращается в бездорожье. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс. Новости. Впервые на региональных выборах будут назначаться наблюдатели от общественной палаты. С этой инициативой выступила Краевая избирательная комиссия. Такое своеобразное нововведение, которое придется так или иначе контролировать, так или иначе отшлифовывать. Для того, чтобы общественники, которые будут наблюдать за ходом предстоящей кампании, действовали в таком хорошем правовом поле. Мы считаем, что в Алтайском крае выборы пройдут честно, законно. Что является основной причиной пожаров в Алтайском крае и как борются с незаконными вырубками лесов? В Министерстве природных ресурсов подвели итоги работы пожарного надзора в первой половине года. Лесной и пожарный надзоры по плану каждый год совершают 900 рейдов по Алтайскому краю. Эксперты уверяют, что большинство пожаров в Алтайском крае возникает из-за гроз. У нас из 127 пожаров 79 произошли по причине сухих гроз. Здесь хочу сказать, тоже работа инспекторов, я считаю, наша совместная с органами власти, с правоохранительными органами, то, что у нас сегодня из года в год снижается процент пожаров, произошедших по вине человека. В 2016 году из-за человека пожары возникали в 70% случаев. В 2017 году процент упал до 40%. По подведению итогов на 2018 год 6 человек стали причиной пожаров, а это аж 32%. Руками человека в 2016 году было вырублено 2500 кубометров деревьев. А в этом году показатель снизился около 1300. Гражданский форум общественных организаций региона «Вместе к успеху» впервые прошел в краевой столице. Участники форума некоммерческие организации представили свои достижения в общественной деятельности на выставке-презентации. В гражданском форуме приняли участие 100 краевых и общественных организаций. Навстречу пришли стройотрядовцы, руководители приютов для животных. Поисковики отряда «Лиза Алерт» и студенческая газета «Сами» получили награды за лучшую работу НКО в регионе. После торжественного открытия участники форума провели пленарное заседание и посвятили его пяти главным темам – развитию институтом гражданского общества, формированию комфортной среды, поддержке семьи, развитию культурного наследия и молодежной политики в регионе. Приятно и видеть, и осознавать, что в крае такое количество неравнодушных, инициативных людей, тех, которые болеют по-настоящему за и судьбу своей малой родины, и судьбу края, его будущее, и за людей ближних, которые рядом живут и нуждаются очень в разных самых формах общения, поддержки, участия. Белые вершины Белые вершины – это центр, где не только объясняют, как справиться с проблемой, но и помогают подняться на ноги. А затем высшие и выше. В том числе поддерживают детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь лечат искусство. Читают сказки, учат рисовать, играть на музыкальных инструментах. Например, глюкофон снимает стресс и успокаивает. А песочная терапия расслабляет и помогает сконцентрироваться. Это очень полезно для психологического здоровья, как и детей, так и взрослых. То есть песочек помогает снять психоэмоциональное напряжение. То есть он полезен всем. Деткам с любым диагнозом, особенно и для гиперактивных ребятишек. То есть детки сидят, если в других местах они могут побегать на песочек, их завораживает, завлекает. Проект творческой реабилитации реализуется благодаря президентскому гранту. Центр получил более 650 тысяч рублей. На эти средства педагоги приобрели небольшой кукольный театр, музыкальные инструменты, игрушки и многое другое. Мы хотим создать центр творческой реабилитации для детей с особенностями развития, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И вот на второй конкурс грантов, фонда президентских грантов, мы подаем заявку на открытие в городе нашем, в Алтайском крае, центра творческой реабилитации для детей и подростков. Гранты – это материальная поддержка, которую можно получить на проведение научных исследований, экологических акций, обучение и на другие цели. Это проекты, которые меняют нашу жизнь к лучшему. Так, благодаря губернаторскому гранту, музей «Мир камня» занимается подготовкой педагогов. Учителя и воспитатели выезжают на семинары в Змеиногорск, Колывань, изучают и собирают минералы. Для многих это становится хобби, и свои знания они передают детям. Мы сейчас смотрим с вами тоже уникальная коллекция мальчика. Гриша со второго класса занимается, сейчас он в третьем классе, но он уже успел побывать в местах, о которых я только мечтаю. Он с семьей. Они посетили в прошлом году и Урал, и Зумрудные копии, Кавказ. И самое главное, они посетили уникальнейшее место с точки зрения камня, минералов. Это, может быть, самое богатейшее место России – Кольский полуостров. Только за полтора года победителями конкурса на получение президентских грантов стали 80 проектов из Алтайского края. На их реализацию выделено почти 100 миллионов рублей. 22 миллиона из краевого бюджета направлено на реализацию почти 150 проектов. С каждым годом идеи, которые смогут сделать наши будни лучше, появляется все больше. И самые успешные из них воплощаются в жизнь. Елена Заздравных, Анна Муратова, Алексей Шаульский, Роман Хайрулин. Новости. Детеныши-насухи впервые вышли на прогулку, чем сильно порадовали гостей Барнаульского зоопарка. Познакомилась с новыми питомцами и моя коллега Тата Геваргян. Семейство насух стали настоящими звездами Барнаульского зоопарка. Все потому, что совсем недавно впервые маленькие детеныши вышли на свежий воздух и начали радовать посетителей своим озорством и проделками. Насухи или коати, млекопитающие рода енотовых, отличаются небольшим подвижным хоботком. Отсюда и название. Обитают в Центральной Америке, а в Барнаул попали, что называется, по обмену, из северского зоопарка. В холодное время года живут в теплом помещении, а летом нежатся под солнцем. Всего в зоопарке пять зверьков – мама, папа и три малыша. Последние родились полтора месяца назад. Мама и папа уже, как у людей говорят, преклонного возраста. Так вот, для того, чтобы омолодить состав данных обитателей зоопарка, мы, естественно, оставляем их у себя. Будем искать им в других зоопарках, таких же молоденьких девочек и мальчиков, для того, чтобы создать пары, чтобы в дальнейшем данная популяция у нас сохранялась. Любимые лакомства зверьков – фрукты, овощи и виноград. Также они с удовольствием уплетают за обе щеки мелких грызунов и насекомых. У мексиканцев насухи вообще вместо домашних животных, как кошки. Но, как показала практика, и в зоопарке насухи прекрасно себя чувствуют. Татвик Георгян, Антон Червяков, Новости. Настоящий футбольный триллер устроили накануне игроки Барнаульского «Динамо» и Омского «Иртыша». Определить победителя удалось лишь в серии после матчевых пенальти. Дмитрий Гладких побывал на стадионе и знает подробности. Уже перед началом игры на стадионе «Динамо» любителей футбола ждала музыкальная программа. Песни в исполнении алтайских солисток пришлись по вкусу болельщикам, которые хотели увидеть в деле обновленный состав барнаульцев. Перед этим сезоном тренерский штаб «Белоголубых» во главе с Сергеем Шишкиным принял решение отказаться от услуг ряда опытных футболистов. В клубе приняли решение изрядно омолодить состав. Первая игра в таком составе в обновленном. Были немножко, если честно, опасения, что будет совсем трудно. Плюс «Иртыш». Это не тот «Иртыш», который был в прошлом году. Там много опытных пацанов пришло, которые прошли даже премьер-лигу ФНЛ. Первый кубковый матч наша команда должна была проводить в Новокузнецке. Но из-за отсутствия лицензии у стадиона «Металлург» барнаульцы автоматически прошли в 1.64 розыгрыша. Так что для обеих команд эта встреча была первой в сезоне. В «Иртыш» тоже не обошлось без кардинальных мер. Команду возглавил известный специалист Владимир Арайс. Под его руководством омский клуб выходил в ФНЛ в 2009 году. Обновился и состав. К речникам из Читы пришел Андрей Разборов. Один из лучших нападающих зоны «Восток». А также опытные защитники, поигравшие на более высоком уровне Владимир Пономарев и Александр Масловский. Игроки, пришедшие в команду, как говорят в таких случаях, под задачу. Тот состав, который сегодня подобран, ребята, все горят желанием изменить ситуацию в городе, выступить успешно. И поэтому будем работать, трудиться и двигаться дальше от тура к туру, от матча к матчу. Встреча началась с небольшим преимуществом хозяев, но постепенно речники сумели выровнять положение дел на поле. Барнаульцы старались чаще атаковать флангами, используя в основном верховые подачи в штрафную гостей. В первом тайме у Амичей был хороший шанс открыть счет, но выход практически один на один с Богданом Корюкиным реализовать не удалось. В стартовые 45 минут болельщики так и не увидели забитых мячей. На 67-й минуте динамовцы заработали право пробиться 11-метровой отметки. К мячу подошел Константин Погребан и хладнокровно реализовал пенальти. Правда, радость алтайских футболистов была недолгой. Уже через 5 минут полузащитник Речников Илья Берковский счет сравнял. В оставшееся основное и дополнительное время командам не удалось выявить победителя. Предстояло провести серию пенальти. Шанс проявить себя в футбольной лотерее Сергей Шишкин предоставил вратарю Антону Трубину, для которого выход на поле стал дебютным в составе «Белоголубых». Мы вчера, скажем так, немножко после нашей предыгровой тренировки, для себя попробовали побить пенальти. Каждый по три раза били. И Трубин очень хорошо на этих пенальтих выглядел. Как-то он легко так это все исполнял. Понятно, что человек, скажем так, это его дебют же был. Он вообще еще ни разу не играл. Ну вот мы его сразу, можно сказать, в бой запустили. И человек действительно был готов он почему-то к пенальти. Вот прямо по нему видно было еще вчера. Уже в первой попытке Барнаулец Иван Житников был точен. А вот амич Антон Багаев пробил мимо ворот. Далее у хозяев отличился Сергей Нестеренко. Переиграть Антона Трубина во второй попытке своей команды не смог Станислав Юдов. Вратарь Динамо угадал направление полета мяча и сумел его отбить. Далее у «Белоголубых» отличились Максим Полковников и Константин Погребан. Как итог 4-1 в серии пенальти. Барнаульцы идут дальше. Теперь в 1.32 финала наш коллектив ждет команда из ФНЛ. Встреча в рамках этой стадии розыгрыша Кубка России пройдет в Барнауле 22 августа. Соперником подопечных Сергея Шишкина может стать Том, Сибирь или Тюмень. Но отдыхать некогда. Уже 4 августа на домашнем поле «Белоголубые» возьмут старт в первенстве России среди команд ПФЛ в зоне «Восток». В гости к барнаульцам приедет иркутский «Зенит». Дмитрий Гладких, Александр Морозов. Новости. К книжным шкафу нашего телеканала на ЖД вокзале, где каждый может найти книгу по душе и совершенно бесплатно, появились детские книжки. Подробнее Тата Геворген. Ты, наверное, мед ел. Не ел я никакого меда. А дальше куда? Я всегда прихожу, куда шел, уходя оттуда, где я был. Да что ты. Мой любимый способ. Приключенческую комедию Кристофер Робин совсем скоро покажут в кинотеатрах России. Фильм основан на книгах Алана Милна о Винни-Пухе, а экранизации о нем снято немало по всему миру. Однако наш персонаж все же отличается от оригинального. Например, дословно имя медведя переводится с английского как «Винни-фу», но для благозвучности в советском варианте его зовут Пух. Также в оригинале у Винни маленькие мозги, а мы-то знаем, что в голове у него опилки. В обоих случаях Винни-Пух наивный, добродушный и скромный медведь. Первое произведение о Винни-Пухе вышло в печать в 1926 году. На русском языке книга была выпущена в 1960-м. Перевел ее советский детский прозаик Борис Захадыр. С тех пор книга о любимом медвежонке есть почти в каждом доме и в нашем книжном шкафу на ЖД вокзале. Если у вас есть книги, которые вам больше не нужны, привозите их в нашу редакцию по адресу Пролетарская 250 или позвоните по номеру 65 22 25, и мы сами их заберем. О самых интересных изданиях мы расскажем в следующих выпусках. Не пропустите! Тотовик Геворгян, Александр Морозов. Новости. На этом все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru. Хорошего вам вечера! Субтитры создавал DimaTorzok